Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз мы продолжаем нашу программу Центр Сангет. Меня зовут Майкл Мелехов, у нас в гостях интернет ТВ Чикаго, которая снимает нашу встречу с известным певцом-композитором, автором своих песен, стихов и исполнителем Григорий Дикштейн, известный, как мы уже сказали в первой части нашей программы, человек мира за пределами всех стран, где мы живем, живем мы в разных странах. И вот буквально мы закончили тем, что я предложил сыграть что-то из спектакля по мотивам произведений Бабеля и вообще как это было, то есть тот самый одесский колорит, то самое, что сейчас во всех фильмах обыгрывается, специальный какой-то такой акцент присущий только Одессе. Я был у Энгвальда Хилькевича, кстати, на Мосфиле в гостях, и я удивляюсь, почему он выбрал не мои песни, потому что, в общем-то, мне кажется, что они бы неплохо украсили его картину. Ну, что выбрал, то выбрал. Он взял Эпеля, это, так сказать, тоже интересно, потому что это был спектакль. Людям судить, что лучше. Да, но была интересная история, когда вот по мотивам произведения Бабеля... Писалась пластинка. Писалась пластинка. Да, я расскажу об этом. Это был Мосфильм, это был 88-й год, первая пластинка уже была записана, и они взяли в работу вторую пластинку. Я приехал туда с моими друзьями, скрипка и альт, ребята подыгрывали мне, и были записаны все песни. Была ночная смена, которая я все это записал, и мне нужны были связки. Кто-то был на спектакле в Чикаго, на спектакле «Как это делалось» по мотивам произведения Бабеля, тот знает, что все между песнями есть связки определенные. И мне хотелось, чтобы эти связки читал Зиной Герд. И я обратился к моей хорошей знакомой, она была зав. литературной частью Театра Образцова, Светлана Смелянская. Я говорю, как мне с Гердом встретиться? Он говорит, он очень гостеприимный человек, пожалуйста, вот на тебе телефон, звони ему. Я позвонил Герду, он взял трубку и сказал, приезжайте, вот вам адрес строительный, там, тра-та-та-та, но я сейчас не помню. Я в такси и туда помчался, приехал к нему. Таня, его жена, он тоже очень гостеприимный человек, они мне сразу за стол, обед. Да вот мне надо было показать, это все потом сказано, Ефимович. А их домработица, которая подавала еду, говорит, он у нас строг, с ним поаккуратнее подавался. Но работницы они такие. Так, ну прекратите, ну прекратите, что вы такое говорите, прекратите. Пообедали замечательно, все, ну теперь за дело. И тут я понял, что он действительно строг. Так, в двери не стучать, никому не уходить, и в кабинет пошли мы с ним. И я ему час, это сейчас, почти два часа идет этот спектакль. Он с двух частей состоит, он армия одесские рассказы. А там я сюда одним куском показывал, и долго не хотел задерживать, в течение часа примерно этот материал ему показывал. Ну думаю, сейчас уговорил. Слушал замечательно, ну это такого слушателя поискать. Прекрасный слушатель. И он послушался, дальше интересно слушать и говорит. Вы знаете, тембрально, словно шел такое, и по настроению у вас перебивки текстовые, баглевские, получается очень, так сказать, в одной струе с песнями. И зачем вам мой там голос? Пусть будете вы сами и читать, и это будет очень, никому не давайте. Делайте все сами. Отказал, но как красиво. Ну, на то это и... Я очень уважаю. Да, было так уважаю. А то он знает. Еще мы с ним встречались в Одессе на Юморине. Ага. Да, но уже не так тесно, потому что он... Он просто вышел на сцену и зал уже аплодировал. Он стоял на сцене, на першистом, такой был стук. И говорить ничего не надо. Да, он говорит, я могу уже уходить. А я пел свои песни из Бабельского цикла там в Одессе. Там вышла в Одессе статья. Она в какой-то газете, я не помню, газеты. Название называлось «Не Одессит, а в Одессе». Такая была. Более того, еще было такое, скажем, отзывы, как «Не Одессит» может воссоздать вот тот самый... Откуда, да? Откуда? Ну, давай тогда уж сыграем. Может быть, еще по хублетику, там, по два, я знаю, какого-нибудь. Из этого спектакля. Да. Есть такая песня, она одна из первых идет в спектакле. Она называется «Биография», как бы по биографии Бабеля. Да. Папушка испоганил буря крови, Крутился на нема учителей. А мальчик не хотел вложить здоровье. На почву добывания рублей Вокруг же бесновалась вся природа. Акации женщины цели. Астонды возмущенного народа, Да кто их слушал глубоко из-под земли? На шестнадцатой станции море и бычки, Словно признак нации скрипочка очки. Плечки обвислые, взгляды сподтишкают, Но набита мыслями, мыслями, мыслями. Круглая мошка. А шо такое шо? Скажи на милость. Налетчик Петер Рубль стал боец, Поскольку революция случилась, Вот старым штучкам положен конец. Забитый мальчик бабит этот садик, Казаясь революэром на ремне. Какой там никакой, а все же садик, Не пешка приставлена к коне. На привозе вымерла охотка, Ней собак, Можно корку выменять за потертый фраг. Возле квеллой ложени Птичка ждет обед, Прыгает по площади. А навозу нет, Вернулись все с печальными глазами. Борцы за распрекрасное житьем, Что шло, как флотский кельник полосами. Покуда не повыберись, Митьем пришли живые, Лечь на лонжероне. Где шкары не скидай, а то сопрут, С мечтой об там, где женщины и кони. На трампе словно чистый изумруд, На девятой станции словно арестант. Под гармошку с танцами Жил себе талант, И писал, как в каторжле под брюкню собак, Искренний, загадочный, бедный Исаак. Ну это уже более позднее, так сказать, произведение, да? Которое... Они у меня все были написаны одним куском. Да? Да. В 83-м году во Фрунзе, городе Лебешкек, ныне, была премьера уже всех этих песен. Не всех, но многих. То есть это все было написано когда? Это все было написано в 82-м году, потому что я готовился уже выступать. Есть афиша у меня в филармонии с этими песнями. 81-82 год. Понятно. Но этот спектакль актуальный играется сейчас тоже, да? Конечно. Он играется у нас на сцене. Да, да, да. А компанияторы другие, да? Да, компанияторы, слушайте меня. Но скрипачи те же практически не те же. Один из них живет здесь, Миша Розенталь, Альт. Аккомпанировал второй скрипач у меня был Борис Магальник. Он живет в Израиле, значит, он там. А здесь Боря Горелик. И гитарист, и Миша Сычев замечательный, и Гена Балденский. Гарик Далилевский. Гарик Далилевский. Это те, кто мне сейчас аккомпанирует. Гарик Далилевский. Дорогие друзья, обращаясь к нашим уважаемым радиослушателям, телезрителям, на самом деле, те имена, которые называет Григорий Дикштейн, довольно известны. И тоже за пределами, кстати, города Чикаго. Это действительно серьезные композиторы, серьезные музыканты, исполнители, и это здорово. Ну, а, скажем, этот спектакль где-то записан, вообще-то, да? Ну, здесь есть видеозапись спектакля. Кое-что стоит в Ютьюбе. Например, песня Двойры в исполнении Эллы Бампи стоит в Ютьюбе. Там, кстати, эту песню поет Лариса Брокман тоже. Они по-своему делают ее. Она из Москвы. Я слышал, кстати, да, Ларисин вариант ее. Ларисин вариант, кстати, она была у нас на концерте. Конечно. Вот когда в 12-м году, по-моему, был концерт, и тут было очень много исполнителей, гостей, очень серьезных артистов. Здесь были Дима Харатьян, там был Галя Бомбельский, Макарские были. Там действительно было очень серьезно. И этот спектакль, театр, это был спектакль, действительно, это был не концерт. Он продолжался чуть ли не 4 часа. Очень интересно было. Так что, вы знаете, дорогие друзья, несмотря на то, что оттуда уехали, культура здесь, русскоязычная, продолжает существовать. И вот представитель культуры, Григорий Дюстейн, один из самых ярких представителей, старейшина, я бы сказал, титан, можно сказать, авторской песни. Слушай, ну, нефига валить. Действительно, а сколько, к сожалению, к сожалению, ну, мы все, так сказать, в этом теле не вечные, но... Ловите момент. Да, да, да. И это удивительно о том, что вот в такой физической форме, с таким энтузиазмом это все продолжается уже сколько лет? Сколько лет, Григорий? Здесь? Не-не-не, исполняешь все вот это вот. Ух, 50? Впервые я вышел на сцену уже со своими песнями в 66-м году. 50 лет тому назад, заметьте. 50 лет тому назад уже со своими песнями. То есть, то поколение, еще, уже сколько прошло поколений после этого возраста, мы все представим. Помнит, знает, письма пишет, реагирует, так сказать, на мое появление в Фейсбуке, так что... Да. Да, мы помним, мы любим, мы поем, очень трогательно все так. Я, есть повод прямо в камеру сказать спасибо, мои дорогие. Дорогие друзья, мы рады приобщиться к той аудитории поклонников, я бы сказал, творчества Григория Дикштейн. Я хотел бы сейчас обратиться к вечной спутнице, к музе Марина. Марина, ну вот какие-то воспоминания, связанные с творчеством, конечно же, Григория. Как, вот расскажи вот об этом. Ну, как-то так случилось, что мы, я не вечная спутница, я только, мы вместе 15 лет. Да, 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 так получилось. Вечная 15-летняя спутница. Да, 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 15 лет, но за... Я не слышала раньше, я жила в Риге, я в Ближанке, здесь мы встретились, вот, и когда так случилось, что просто совершенно случайно мы с ним познакомились, вот, и его творчество, конечно, меня потрясло, глубина его стихов, это не просто, я, и его скорость воспроизведения раньше, сейчас вы слышите спокойно, и раньше он, у него эмоции столько... Захлёстывало. Он захлёстывало, он хотел выплеснуть, я просила... У нас, да, глядя, тише, 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 тише. Остановись немножко, потому что слова... И сейчас говоришь тоже, я слышу. Да, слова, 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 это не просто это... Ну, в нашей истории мы сразу поехали по Америке, по Европе. С гастролем. С гастролем. И самое интересное, ну, вот, один маленький эпизод в Германии. Значит, мы были в Париже, было в Париже в кафе, был замечательный концерт, публика очень замечательная, это научные сотрудники, которые работали в... По договору работали. По договору с Новосибирска в Париже. В Париже. В Франции. Ну, мы там ещё посмотрели, уехали спокойно, всё, на следующий день, в Зайдбурге, да, должен был в Германии, должен быть концерт. В Аусбурге. В Аусбурге. Мы не спешим, значит, всё, собираемся. Вот, в какой-то момент я говорю, пожалуйста, позвони, узнай, во сколько у нас концерт следующий. Потому что мы на машине, мы едем. Ну, говорит, пять часов. Окей, у нас есть время. Когда позвонили, дозвонились, оказалось, что это три часа. Я наблюдаю эту тенцию. Вот мы договорились, да, те же два часа. Я думаю, откуда это всё идёт? Ну, это уже отродили. Это идёт, оказывается, ещё оттуда. Это отродили. Это два часа. Но самое интересное, ну, мы успели, мы ехали, мы не ехали, мы летели. А низко летели. А мы так низязенько-низязенько летели, потому что, ну, надо было успеть. На автобане, вы представляете, там машина не очень большая у нас была на вряде. Мобильника нет. Мобильника нам уже отдали. Это был 2005 год. Мы уже отдали. Мы вернули мобильник, на последний концерт был. И нельзя было связаться. Ну, в общем, люди сказали так. Не знают, что происходит. Когда, если вы говорите, ну, мы едем, короче. А глядата говорит, я часик подержу. Да, и мы приехали в зал, опоздав на час. Зал, конечно, встал, всё, принял, все ждали. Зал полный, прекрасно совершенно. Самое интересное, он провёл замечательный концерт. И когда сказали, ну, кто из Харькова, харьковчане, останьте, встаньте. Ползала что-то. Больше половины даже зала встало, харьковчан. Там, да, в Германии. Наши люди? Да, наши люди. Везде. Кстати, выручают и поддерживают. Они объясняют своим соседям, которые собираются, но не знают на кого. Уйдите, не пожалеете. А творческий момент, допустим, вот он другой раз спит, слышу, бежал. Ночью. Ночью? Ночью, да. Муза посетила? Да. Разбудила. Разбудила даже компьютеру, записал основную какую-то мысль. Бывает приснятся какие-то строчки, да, я ночью встаю и записываю. И записываю. Ну, это присуще, наверное, всем творческим людям, да? Я тоже так думаю. Всего всего, что да. Поэту Высоцкого, я пишу по ночам больше тем, если у него в песне. Правда. Вот. После парижского концерта, вот, поездки в Париж, это все было в этой поездке, мы приехали домой. Я говорю, ну, такая была поездка у нас в Башан, 22 дня мы были в Европе. Это Германию мы проехали по периметру буквально на машине. Тоже там много было замечательных приключений, тоже присущих для творческого человека. Вот. Если он захочет, он может рассказать, но это было смешно. Ну, и потом я говорю, ну, как, так здорово провели время, ну, хотелось бы, чтобы ты твои впечатления показал. Тишина. Я на первом этаже, а он на втором, ну, где-то часа полтора, не звука, тишина полная. Потом говорит, иди сюда, пожалуйста, послушай. Он написал замечательную песню. Рижские тела. Если вот... За полтора часа. Замечательные песни. Впечатления. Впечатления там. Пропущенные еще из себя и выраженных в песне. Это было действительно вот все, что вы слышите. Можно попробовать, я и не пел давно. Ну, куплетик, куплетик. А, я прошу прощения, Марина, ну, с Германией вроде понятно. Как-то иммиграция, наверное, там больше, чем в Париж, мы говорим о Франции, переезжали люди эмиграции, которые там в какие-то там совсем другие годы. Там, может быть, революционные, дореволюционные даже. Но вот в это время, как бы, не так много людей, наверное, эмигрируют. Там творческие люди, там творческие и научные работники. Люди, да, научные работники, студенты, конечно. Русскоязычные. 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 Я думаю, что на французском. Говорю, Толстого же полстраницы войны, война и мир. По-французски. По-французски, да. По-французски. Она говорит, думает, что она знает. Она думает, что она знает. Но она сказала, он мне переводил, говорит, я, говорит, действительно, слов не знаю, но эмоционально я почувствовал, что для меня так все близко. Так приятно. Спасибо вам. Ну, вот, смотрите, разница. Дело в том, что все-таки Европа, она как-то ближе, скажем, может быть, к России, даже чисто территориально. Я не говорю уже славянские, скажем, какие-то там народности и страны. А вот если мы возьмем Соединенные Штаты и где-то вот вокруг этого, то вот в частности я был в Панаме, я был, и мы с Митяевым там были в одном, скажем, вместе находились. И вот американцы там были, и, значит, мы, в смысле, поставили его диски, мы-то его любим, мы-то его знаем. Американцы понятия не имеют, как надо было сказать, кто такой Митяев и американцы. Ну, это country music, по-другому не переведешь, да? Но country music в американской музыке – это совсем другой стиль, абсолютно. Это ковбои со шляпами и в определенном… Ритм определенный, да. Ритм совсем не тот. И вот эти лирические песни, поскольку у Митяев в основном лирические песни, она совершенно нет такого понятия, бартовская самодеятельная песня, для американцев нет такого понятия. Они слушали-слушали, ничего не поняли, ну, сказали то же самое. Эмоционально – да, ну, американцы – люди вежливые, поэтому… Вот. А вот в Европе, конечно, по-другому. Ну, что там мы помним из того, которое мы играли? Кстати, у меня тоже был концерт перед одними американцами. Ведь я в 91-м году приезжал сюда в гости по приглашению общины Чикагской на фестиваль русского искусства. В 91-м году. И после фестиваля я поездил по Америке довольно много. И у нас в Харькове выступал рок-ансамбль. Один из их, они были у меня в гостях, у меня дочка работала на телевидении, и она их пригласила, и все эти ребята были у меня в гостях, у нас в гостях. И Билли Ларкин, один из музыкантов, гитарист, он оставил мне адрес, я ему позвонил, что я буду проезжать через город Цинциннати, потому что концерт был в Дуэвилле, это рядом, там несколько часов езды. И он говорит, я сделаю тебе концерт. Мы приехали, думаю, ну какой концерт, перед американцами. Да, и сделал в церкви этот концерт, и было очень много народу. И я больше не придумал ничего, просто выбрать наиболее мелодичные песни свои, и просто петь эти песни. А когда дошел до Одесского цикла, то вскочил в конце зала мужчина, один, такие лохматые брови, оказывается это композитор, вы помните, был такой фильм американский, русские идут, композитор, песен к этому фильму. Я из Одессы, я помню, я буду переводить, пойте. Такая была встреча. Ну, на самом деле, дорогие друзья, здесь нет вообще американцев, как нации нет такой, это все выходцы из бывшей России, той России до Советского Союза, может быть даже и до Советского Союза, в конце концов, вполне серьезно, или откуда-то из Европы. Американские коренные населения, это индейцы, их так и называют, Native Americans. Ну, сыграем, да, Гриш, вот эту вот французскую историю? Да, я, честно говоря, хотел бы ее очень, чтобы мои слушатели услышали ее в аранжировке. Она так красиво сделана. Хорошо, тогда мы сделаем по-другому. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова А.Егорова